Состоялось, как вы видите, выездное заседание Бешкевского городского суда. К сожалению, оно состоялось закрытое, хотя в постановлении суда о назначении вот этого дела значится, что оно открытое. То есть прямое противоречие закону об открытости судебного заседания и противоречие постановлению суда об открытом судебном заседании. То есть сами судьи вынесли себе провести открытое судебное заседание, но провели его в закрытом режиме за стенами ГКНД. Это вот самое первое, что я хотел бы вам сказать по поводу этого судебного заседания. Второе, самое важное, что вы ждете, это решение суда. Оно состоялось и, к сожалению, как я и говорил, незаконное решение. Мера пресечения заключения под стражу экс-президента оставлена до 26 августа неизменной. Гешкерский городской суд, вынося это решение, нарушил, так же, как и суд первой инстанции, множество законодательных актов Кыргызской республики. Но прежде всего мы говорим, что мы опираемся на Конституцию. Конституция и законы гарантируют определенные права нашим гражданам, то в том числе закон о гарантиях деятельности президента гарантирует и неприкосновенность экс-президента. Все эти законы, в том числе и уголовно-процессуальный кодекс, были сегодня нарушены. Я скажу о нескольких еще дополнительных нарушениях, которые имели место сегодня. У суда в материалах дела, которые мы сегодня, кстати, увидели, а не в тот день в суде первой инстанции, опять же, который проходил здесь, в стенах ГКНБ, материалы, в которых нет основания для проведения судебного разбирательства в отношении экс-президента. То есть вы помните постановление Живу Кукинеша? Вы помните, что оно было? Ну, правда, оно не дает так же основания, но этого постановления в этих материалах нет. Ну и еще один момент. Я уже говорил, так и есть. Все документы, которые должны были быть подготовлены в порядке, установленном уголовным процессом, были уже заранее подготовлены, тогда, когда суд принимал, суд первой инстанции принимал решение. То есть и постановление, и уведомление, и ходатайство о, значит, мере пресечения, все эти документы были заранее подготовлены. Процедура, как она проводилась, нарушена в том, что суд тогда состоялся в ночное время. Как вы знаете. И опять же, в выездном порядке. То есть прокурор, судья, все были доставлены, простите за такое слово, принудительно суда. То есть приехали все в закрытое судебное седание ночью, и 9 числа было это провозглашено. Ну, а сегодня суд на это не обратил внимания. Кроме того, и сам, собственно говоря, нарушил множество норм права. Порядок, который должен был сегодня быть открытым, тоже нарушен. Ну, то, что Уголовно-процессуальный кодекс провозглашает, что президент, закончивший свои полномочия, заметьте, я не называю даже экс-президент, президент, закончивший свои полномочия, не подлежит задержанию в подозрении преступлений. Закон Уголовно-процессуальный предусматривает, он не подлежит аресту, его все равно задерживают и арестовывают. Мы говорим о том...